Я единственное еще раз хотел отметить, чтобы меня бельчане поддержали и в акции протеста, которые мы проводим в Кишиневе. Я ничего не смогу поменять в этой стране, если буду действовать один. Наша задача сегодня разбудить всю Молдову, я уверен, что у нас в ближайшее время это получится. Ренат, проведете небольшую экскурсию для телезрителей? Да, конечно, с удовольствием. Итак, начнем с полевой кухни нашей, которую пусть в единственном экземпляре, но нам удалось установить. Подарок от солдат, которые не согласны с позицией министра обороны насчет демонтажа памятников. Всем отечественным исполнителям, у которых есть желание прийти, кто-то захочет себя показать, кто-то просто захочет нас поддержать. С удовольствием, пожалуйста, вы правильно отметили, технически мы к этому готовы. Мы готовы технически к отечественным исполнителям и не только. Вдруг кто-нибудь нам еще решит прилететь, посмотрим, время покажет. Леди Гага. Для Леди Гага рано. Леди Гага после того, как отправим хотя бы одного-двух посадим, а с остальными разберемся. Ренат, покажете, как вы живете в вашу палату? Да, конечно. Идем по нашему палату, сему городскому. Вот, кстати, здесь вот наши бельчане. Я думаю, что все уже, все-всех узнали. Вот видите, чтобы люди не замерзали, специально установили пенопласт под все палатки, резиновые надувные матрасы. Сейчас подходим к моей. Добрый вечер. Как настроение? Ничего, нормально. Значит, вот подходим к моей палатке. Пожалуйста, не пугайтесь. Полосяцкий бардак. Полосяцкий бардак. Скажите, получим здесь пятицвет. Вот место, где я ночую. Кровать. Здесь вещи. Будет что-то. Видите, еще новоселье, к новоселью не успел подготовиться. Нужно какую-то тумбочку сюда шкачать. Что-то придумал. Но, по крайней мере, я как человек, который с пяти-шестилетнего возраста ходит на охоту на рыбалку, поэтому для меня в палатке это нормально, не привыкать. Бельские женщины, кстати, приехали с такими чемоданами, с которыми обычно ездят в Турцию на море. То есть, я так чувствую, переехали надолго. Фен, наверное, микроволновка. Ну, фен и микроволновка тоже. В мае 19-го, последний год спит. Вот здесь запасы воды. Специально берем воду в бутылках, в тетрапах, для того, чтобы избежать, как у нас некоторые, есть некоторые негодяи, к сожалению, в силовых структурах, чтобы что-то не подмешали в воду. Библиотекарь? А? Библиотекарь, можно? А как? Книги покажете? Вы что возьмете почитать на ночь? Нет, сегодня читать точно еще не буду, сегодня всю ночь буду писать. Что? Что? Нет, сегодня надо готовиться, завтра важный день. Кстати, надо будет ее пополнить. Идея хорошая. Мы просили всех ребят, у которых есть еде. Вот библиотека. Там завтра или сегодня уже, по-моему, 20-30 комплектов шахмат, шашек. Ну, народ должен заниматься правильными вещами. То есть, не просто библиотекарь, пока у нас какие-то конференции, или там какие-то другие события, ну, люди должны быть в пределе. Если это самое... Увидеть много женщин, значит, начнем кружок по вышиванию или по вязанию. Как раз одни вяжут, будут вязать носки, носки теплые. Нам точно пригодят. Чтобы здесь никого не повязали. Да, главное, чтобы тут никого не повязали. Правильно.